Я сказал так, что самый главный биологический признак живого – клетка. А, клетка. Самый главный физический признак живого – машина. Один маленький комментарий к этому. Этот признак очень точный, но он недостаточный. Если у нас есть машина, это значит, что изначально ее должен создать кто-то живой. Значит, живое было до этого механизма. Я скажу, нет. Значит, есть на самом деле просто преобразователи энергии, да? Ну, циклы в природе, о которых сегодня говорили. Есть преобразователи энергии, которые создают структуру. Это активные среды с автоволновой самоорганизацией. На этом принципе работают многие клетки, органы и так далее. Живые популяции работают по автоволновому принципу самоорганизации, поскольку все это активные среды. И, на самом деле, как только активная среда, которая умеет создавать выделенные степени свободы, научилась запоминать конструкцию, она стала машиной. Активная среда – это рабочая часть машины, а геном – это запоминающая конструкцию, часть всего цикла. Значит, есть исполняющие машины, есть в геноме машины, есть машины, которые делают эти машины. То есть, это циклы машин, и это тоже активная среда, и они тоже иерархичны. Вот тогда это становится биологией, но это уже не машина. Живой – это таблица Менделеева. Попробуйте возразить. Да, в живом есть вся таблица Менделеева, или наоборот, все живое есть. Главный химический признак живого – таблица Менделеева, главный физический признак живого – машины. Правильно, главный, но не единственный. Не может он быть полным. Я сказал главный. Почему он не может быть полным? А потому что этого недостаточно. Семейство машин ведет уже не как машина. Ну, можно туда распространить это понимание, но это уже биология называется. А инструмент… Поскольку живая система развивается, если брать биосферу, допустим, просто в результате способа своего существования. А способ существования включает постепенное накопление свободной энергии, информации. Если когда-то начнется новый этап существования биосферы с какого-то более низкого уровня, то он опять пойдет вверх. То есть, я думаю, что наша цивилизация, конечно, первая на Земле, но я думаю, что не последняя. Когда не было признаков о том, что когда-то был такой же подъем, палеонтологических признаков, и потом… И вот биосфера, вы говорите, биосфера, а сам термин, это имеет отношение все-таки к Земле. Ну да. Я пытаюсь взять вопрос чуть шире, потому что если мы предполагаем, что человечество будет уходить с планеты Земля, то система перестает быть замкну. Перестанут работать и те модели, которые мы к ним применяем, в том числе и в которых участвует этот термин биосфера. Это будет уже не биосфера, будет что-то другое. И будет ли вообще попытка уйти? Мы говорим о событиях разного масштаба, потому что Солнце будет светить 5 миллиардов лет. Из них, по крайней мере, миллиард лет не будет, оно не будет находиться в стадии красного гиганта, то есть не будет существенного увеличения температуры на Земле. То есть, по крайней мере, миллиард лет спокойно. Нет, на обозримом этапе времени, конечно, это Солнечная система, что будет через 10 тысяч лет, это неизвестно с уровнем науки. Но несомненно, что поскольку Земля – это колыбель жизни, поскольку мы выросли из биосферы и связаны с ней информационными, и вещественными, энергетическими узами, тесная связь, образно говоря, человечество, на мой взгляд, это 101-й этаж биосферы. Вот 100 этажей ниже эта биосфера. Это живые организмы, имеющие от высокой до все более низкой уровня организации, вплоть до доклеточной. А социальная система – это уже 101-й этаж. Но будет пытаться приспосабливаться до тех пор, пока это приспособление не потеряет смысл. Определенно, что оно будет развиваться и будет расширять свое присутствие в космосе. И чем дальше будет развиваться цивилизация, тем дальше это будет, очевидно, в пределах Солнечной системы. И если мы будем колонизовать, надеюсь, окружающие космические тела в Солнечной системе, то в любом случае база, материнская среда – это все равно останется Земля. Поэтому и вопрос о ее сохранении жизни на Земле, конечно, он будет всегда. Может ли попытка детерминировать живое и неживое… Что значит детерминировать? Ну, определить. Да. Сама попытка разрушить это состояние. То есть, как убора. То есть, акт наблюдения изменит состояние частицы. Исследование жизни, конечно. Смотрите, чем сложнее система, тем для того, чтобы ее выяснить, как она устроена, сильнее надо ее разрушить, если она сложна. Вместо того, чтобы разрушать ее, с ней надо дружить. Физика изучает изначально все-таки неживое. Да, конечно. Но она предполагает, что это известно, что есть живое, что неживое. Нет. То есть, мы как-то интуитивно это разделяем. Мы разделяем это. Конечно, физика, понятие жизни в физику не входит. Поэтому, когда мы говорим изнутри физики, мы даже не знаем, живое оно или нет. Вне, как люди, извне физики, мы понимаем, что физика говорит о неживом. То, как мы понимаем живое. Свойства живого, даже терминология, в которой они описываются, они в физику не входят. Мы пытаемся понять, живое или неживое, и оно меняет свое состояние от этого. И в итоге мы не можем этого определить. И правильно, Бор об этом вообще говорил, что когда мы пытаемся понять живое, мы вынуждены его разрушать. В качестве примера принципа дополнительности. Ну, кто сказал, давайте сначала определим, что такое жизнь. Я сказал, ребята, давайте не будем этого делать. Это совершенно бесполезное занятие. Терминологические споры и всякие извращения на эту тему никогда не продвигали науку. Поэтому давайте заниматься тем, что следует процесс. От большого взрыва до того состояния, когда мы все согласны, что это жизнь. А для меня жизнь – это когда ему вкусно.